Маленький ребенок подвергся жестокому нападению в своей собственной кровати. Ему было нанесено 13 серьезных ранений. Это произошло, когда мать 10-летнего мальчика находилась в соседней комнате. Обеспокоенный родитель понятия не имел, кто мог нанести такой страшный вред его ребенку. Но во время расследования, которое затянулось на 9 лет, полиция пришла к ужасному выводу. Главным подозреваемым в деле стал... Меня зовут Пэнкборн. Можно просто Пэнк. Дело 2703, дробь 96, дробь 04. На улице была осень 1997 года. Город Лоренцвиль, штат Иллинойс, США. Обязательно досмотрите это видео до конца. Ведь после нам будет о чем поспорить. Страх, доводящий до оцепенения. Ужас, погубивший тела и души огромного количества людей. Однажды неприметный мужчина средних лет разговорился с ребенком на сером полустанке. А спустя какое-то время в милицию пришло заявление об исчезновении маленького мальчика. На счету этого волка в овечьей шкуре уже десятки жертв. Он беспощаден, местные следователи беспомощны и из Москвы отправляют подмогу. Описание нового эксклюзивного сериала от онлайн-кинотеатра «Окка» весьма интригующее. Фф, погоди-ка. В сериале «Шаг за шагом» раскрывается история единственного и ужасного серийного преступника СССР. И имя ему Андрей Чикатило. Почему ты так долго? Неужели поход в магазин за попкорном – это преодоление каких-то невообразимого масштаба преград? Ну, вообще-то да. Мой дядя козел. Конечно, все мы знаем, кто такой Андрей Чикатило и чем он знаменит. Но я не кинокритик и обозревать сериал я не буду. От себя лишь добавлю, мне, как любителю детективных историй, первые эпизоды сериала зашли просто на ура. Никто в 80-х не был готов к такой жестокости и кровожадности. И то время офигенно воссозданное в сериале полностью погружают в эту атмосферу. Первую серию я абсолютно бесплатно посмотрел на ютюбе, чего и вам советую. Блин, ну кого там еще принесло? Вторую и последующие серии вы можете эксклюзивно посмотреть в онлайн-кинотеатре ОКО. А по промокоду в описании вы получите самую популярную подписку «Оптимум» на 25 дней всего за 1 рубль. Подробности и ссылка в описании. В понедельник ранним утром Джулири Харпер в ужасе выбежала из дома и направилась к соседям с просьбой о помощи. Женщина сообщила, что в ее дом ворвался незнакомый мужчина в маске, который напал на нее и похитил ее маленького сына Джоэла. Пораженные соседи, разумеется, вызвали полицию. Приехавшие на место офицеры первым делом обошли дом и вскоре обнаружили в задней двери выбитое стекло и следы крови на нем. Зайдя в дом, помощник шерифа прошел в коридор и из него в холл, на полу которого увидел окровавленный нож. Когда офицер вошел в детскую комнату, он обнаружил мальчика, лежавшего на полу между стеной и кроватью. Ребенок был жив, посему полицейский немедленно вызвал скорую помощь. У него было более 10 глубоких ранений и серьезные повреждения жизненно важных органов. Порезы на руках свидетельствовали о том, что ребенок был в сознании и пытался отбиться от своего обидчика. Это было невообразимое зрелище. И невероятно было то, что при всех ранениях мальчик еще дышал. Бригада скорой помощи прибыла за считанные минуты, но, несмотря на это, было уже поздно. Данное преступление поистине ужасающее. Каждый полицейский, который прибыл на тот вызов, не мог поверить в случившееся. Но труднее всего пришлось матери. Джоэл был единственным ребенком в семье, которому Джулири Харпер посвятила всю жизнь. Она обожала сына и считала его самым ценным сокровищем и главным приоритетом. Но в один момент это у нее отняли. Найти смысл данному событию просто невозможно. Не теряя ни минуты, следователи немедленно принялись разбираться в этом варварском происшествии. По словам матери, она спала в своей кровати, когда около четырех часов ее разбудил крик сына. Первым делом женщина подумала, что Джоэлу приснился плохой сон. Джули вышла в холл и подошла к комнате сына. Но дверь неожиданно распахнулась и навстречу ей шагнул неизвестный мужчина в маске. Завязалась борьба, в ходе которой Джули оказалась сбита с ног. Стремясь задержать незнакомца, женщина вцепилась обеими руками в его ногу. Несмотря на это, злоумышленник сумел преодолеть коридор, волоком протащив женщину по ковровой дорожке. Во время этого движения он пару раз останавливался и обрушивал на голову Джули удары руками. Продолжая двигаться таким образом, он попал в гараж и попытался открыть заднюю дверь. Это ему не удалось. Она была заперта. В лихорадочных попытках все же открыть дверь, неизвестный разбил в ней стекло. И вместе с отчаянной матерью, которая все это время буквально висела на его ноге, они оба попали во внешний двор. Тогда преступнику, видимо, надоела эта возня. Он обернулся к женщине лицом, сильно ударил ей и начал убегать. Это был единственный момент, когда Джули могла взглянуть на неизвестного гостя. Она увидела его профиль под цветом уличных фонарей. И это изображение женщина изложила полиции. Невысокий парень, худощавого телосложения, темноволосый и одет в темные брюки. Возможно, это был подросток. Однако, несмотря на точное описание внешности нападавшего, следователям не удалось быстро найти того, кто бы ему соответствовал. А это означало, что преступник был приезжим. Будь нападавший местным жителем, его бы быстро отыскали. В городе с численностью населения менее чем в 5 тысяч человек. И именно поэтому это попросту не то место, где случаются серьезные преступления. Шерифы таких городов либо вовсе не встречались с делами с фатальными исходами, либо расследовали их единожды за всю карьеру. И пока Джулири Харпер восстанавливалась в больнице после полученных в борьбе травм, следователи усердно продолжали поиски душегуба ее сына. По городу начали расползаться слухи. В произошедшем обвиняли едва ли не каждого прохожего. Сперва полиция проверила всех местных зачинщиков беспорядков, а после они обратили свое пристальное внимание на компанию старшеклассников местной школы, ведущей антиобщественный образ жизни. Молодые люди часто разъезжали по окрестностям и провоцировали разного рода конфликты с местными жителями. Также они любили сумасшедшие вечеринки, наряду с разными видами противозаконных веществ. Группа регулярно участвовала во всевозможных перепалках. А один из ее парней в особенности привлек внимание следователей, после того, как он самолично заявил, что это якобы они с друзьями проникли тогда в дом, где был найден ребенок. Вскоре полиция поняла, что подросток им врал, и что таким образом он просто пытался самоутвердиться и повысить собственный статус внутри компании. Все члены группы подверглись допросу, а предоставленная им информация была тщательно проверена. У всех ребят оказалось алиби, которое было подтверждено. Следователи снова остались без единого подозреваемого. На следующее утро после происшествия мать 10-летнего мальчика рискнула предположить нечто страшное. А что, если виновником в содеянном мог быть отец ребенка? Какое-то время назад Джулири Харпер пришлось пройти через тяжелый развод, после которого оба родителя жестоко боролись за право на опеку над своим единственным сыном. Но могло ли решение судьи в пользу матери потолкнуть отца к хладнокровному нападению на собственного ребенка? Ответ на этот вопрос – да. Многие истории, в которых жертвами становятся дети, показывают, что в большинстве своем их душегубами являются их же родители. Но в данной ситуации, проверяя эту теорию, следователи выяснили, что отец Джоэла находился далеко за пределами города. В день преступления мужчина был с новой супругой. Его алиби подтвердилось. После чего следствие повернуло свой пристальный взор на другого родителя. Эта вероятность шокировала абсолютно всех. Но полиции нужно было проверить все возможные варианты. Тем более, что улики действительно указывали на то, что виновной в содеянном вполне могла быть мать мальчика. Во-первых, сотрудники службы шерифа, прибывшие к дому Джули первыми, вспомнили, что женщина говорила о грабителе в маске. Между тем, в своем рассказе детективам, буквально через 20 минут, она о маске и не вспомнила. Более того, Джули рассмотрела его лицо настолько хорошо, что сообщила детали портрета и впоследствии помогла художнику нарисовать преступника. Разумеется, без маски. Если нападавший потерял маску в процессе борьбы, то Джули об этом ничего не сказала. Да и не нашли в доме никакой маски или предмета, который мог бы быть использован вместо нее. Во-вторых, Джули перед отъездом в больницу неожиданно поинтересовалась, был ли найден нож. Ее рассказ не содержал никаких упоминаний о нем, а помощник шерифа не сообщал матери о том, что на ее сына напали с ножом. Джули Ри вообще не знала о том, что Джоэл был в доме. Женщине сообщили об этом лишь в больнице. И с этим связан третий любопытный момент. Было непонятно, почему Джули вообще решила, будто сын ее похищен и пребывает вне дома. Ведь по ее собственному утверждению, она в спальню мальчика не заходила и подверглась нападению перед дверью в эту комнату. Той ночью в доме находилось два человека, но только один из них отправился на тот свет. В истории женщины имелись явные несостыковки, которые вызывали сильные подозрения. А когда местные жители узнали ужасающую вероятность того, что напасть на Джоэла могла его родная мать, это подняло на уши весь город. Мнения граждан разделились. Часть населения искренне верила, что нападение и вправду совершила Джули Ри Харпер. А другая часть не могла в это поверить, мотивируя себя тем, что ни одна любящая психически здоровая мать не решится на такое. Однако следователи продолжали настаивать на данной теории. Полиция считала, что по причинам, известным только Джули, женщина приняла для себя решение, что ее сыну не пойдет на пользу жизнь в доме отца. И будь то наказание или извращенная вера в то, что мальчику будет лучше на небесах, мать решила напасть на него. Органы власти утверждали, что Джули инсценировала присутствие третьего лица в своем доме. Женщина снова и снова повторяла, что двери в дом были заперты, но дверные запоры, сами двери и окна дома не имели следов взлома. Стекло задней двери было разбито ударом изнутри. На осколке стекла была обнаружена капля крови. Забегая вперед, сразу отмечу, что кровь эта принадлежала Джоулу Киркпатрику и, соответственно, не несла информации о личности нападавшего человека. Вдобавок, рассказ о драке с незнакомцем также не казался полицией таким уж правдивым. Изучение дорожки отхода, который должен был преодолеть преступник, показало, что ковровое покрытие в коридоре сдвинуто и имеет две складки, что соответствует сообщению о волочении тела Джули. Однако в целом обстановка в коридоре сохранила вид вполне упорядоченный. Ваза с цветами на тумбочке осталась неопрокинутой, картины в рамках, развешанные на стенах, не были сдвинуты, сорваны или разбиты. Во всех помещениях дома, кроме спальни Джоула и коридора, сохранился полный порядок. Еще одна странность, что у злоумышленника при себе не оказалось своего оружия. Нож, которым воспользовался преступник, принадлежал хозяйке дома. Орудие лежало так, словно его аккуратно положили на пол между спальной матери и комнатой жертвы. Также никаких следов посторонней обуви или крови обнаружено не было. По словам офицера, который первым прибыл на место преступления, тем утром на земле была роса. Но когда полицейский осматривал задний двор на земле, он не увидел абсолютно никаких следов. И сами травмы, которые Джулири Харпер получила в ходе борьбы, по мнению полиции, были всего лишь мелкими царапинами и небольшими ссадинами, которые, возможно, нанести себе самостоятельно. Пострадавшая точно знала, где на ее теле находилась чуть ли не каждая царапина. Естественно, что следователи сочли странным, что в такой неопределенной ситуации человек уделяет столь пристальное внимание своему телу. Также на одежде Джули были обнаружены три небольших кровавых пятна. Генетическая экспертиза подтвердила, что они принадлежали Джоэлу Кирк Патрику. Когда у Джули спросили о том, как появилась кровь сына на ее одежде, женщина ничего вразумительного ответить не смогла. Лишь предположила, что запачкалась во время борьбы с преступником. Все эти странности только подпитывали теорию о том, что мать могла совершить это жуткое преступление. Она была единственной, у кого был доступ к комнате мальчика и возможность на него напасть. Сложно объяснить, зачем незнакомцу нужно было пробираться в их дом и причинить вред невинному ребенку. Но если уж на то и пошло, зачем оставлять его мать в живых? Каждая деталь все ближе подводила следователей к Джули Ри Харбер. Но в конце 1999-го один из детективов не без удивления узнал, что Джули уже более года назад продала свой дом и выехала в неизвестном направлении. Куда она исчезла, не знали ни по месту ее прежней работы, ни соседи, ни бывший муж. Начались розыски Джули, и кто-то из следователей вспомнил, что она училась в университете штата Индиана. Был направлен запрос туда и оказалось, что женщина продолжает учебу. Точнее, уже успешно заканчивает. Шериф округа Лоренс попросил коллегу из округа Монро, в котором проживала теперь Джули Ри, не привлекая особого внимания, собрать о ней информацию. Как она себя ведет, чем занимается и как у нее вообще обстоят дела. В итоге выяснились удивительные вещи. Джули ведет активную жизнь, обзавелась множеством друзей и подруг. В ее жизни появился мужчина, в отношении которого она имеет весьма серьезные планы. И, наконец, отъезд из Лоренсвилля сделала ее в одночасье богатой женщиной. От продажи дома и получения страховки за сына Джули выручила более 500 тысяч долларов. Получив эту информацию, следователи серьезно задумались над тем, не упустили ли они из виду нечто существенное. Сам по себе переезд матери из города, в котором осталась могила ее ребенка, выглядел нетипично для любящей женщины. А потому такой поступок рождал определенное подозрение. И эти подозрения только укрепляло то обстоятельство, что обретенной Джулией статус свободной женщины открыл перед ней новые жизненные перспективы. Другими словами, она оказалась в явном выигрыше от гибели сына. Так нет ли в этом мотива случившейся драмы? Уликами изоблачающих Джулири Харпер следствие не располагало, но департамент шерифа в отчете прокурору все же попытался воспроизвести события того утра. 13 октября 1997 года в 4.30 утра мать взяла кухонный нож и последовала к комнате сына. Пока ребенок мирно спал в своей постели, она в состоянии аффекта нанесла ему множественные удары сквозь одеяло. Затем одеяло было отброшено, и мальчик вместе с нападавшим скатился на пол, попав в карман между стеной и кроватью. Тот факт, что 10-летний мальчик проснулся, оказал активное сопротивление и смог даже откатиться из кровати на пол, наводил на предположение, что нападавший не имел над ребенком подавляющего превосходства в физической силе и массе тела. Но к большому сожалению, это все равно не отменило факта, что ребенок не ровня по силе 28-летнему взрослому, особенно когда второй настроен совершить такую жестокость. Каким бы ни был мотив, главные обвинители считали, что нападение носило скорее спонтанный и непродуманный характер. Только после случившегося мать озаботилась оформлением места преступления и выработкой легенды, что и повлекло за собой уйму несостыковок. Сперва женщина положила окровавленный нож в коридоре. Следующим делом она выбила стекло из двери заднего входа. Последним штрихом Джули украсила свое лицо с синяком над глазом и нанесла другие мелкие травмы на тело. Но несмотря на все старания, полиция все равно пришла к тому, что данное преступление было совершено Джулири Харпер. Родные и друзья обвиненные женщины ни на секунду не хотели в это поверить. Они были уверены, что не существовало ни малейшей возможности того, что Джули могла причинить такой вред своему единственному ребенку. В 2000 году, несмотря на все заявления, Джулири Харпер была взята под стражу. На суде бывший супруг обвиненной свидетельствовал, что она вовсе не была идеальной матерью. Мужчина утверждал, что для Джули их сын не был желанным ребенком и что первой реакцией на свою беременность был разговор об аборте. Важной уликой по делу оказалась и дата происшествия 13 октября. В суде утверждали, что эта дата вовсе не случайна. Джулири была едва ли неодержима числом 13. Она родилась 13-го. Свадьба по сильному настоянию невесты была сыграна в день, также преподающей на 13-е число. Своего сына Джули родила 13 июля, после того, как она предварительно накануне выпила препарат, вызывающий схватки. А напали на мальчика 13 октября, когда ребенку стукнуло 10 лет и 3 месяца. Но самое жуткое в этом всем, Джолу было нанесено 13 колотых ударов. В понедельник 4 марта присяжные заседатели консервативного штата Иллинойс удалились из зала суда для обсуждения приговора. Буквально через 5 часов совещания они огласили вердикт, признав Джоли Ри Харпер виновной в предъявленном ей обвинении. Через две недели, 19 марта 2002 года, суд вынес решение и приговорил Джоли к 65 годам лишения свободы, что Вилли Нойси приравнивалось к пожизненному заключению. Есть много людей, которые знают и любят меня. Прокуроры были убеждены, что посадили того, кого надо. Однако близкие от Джоли Ри считали, что они столкнулись с тотальной несправедливостью. Не только к осужденной матери и ее сыну, но и к другим мирным жителям. По их мнению, настоящий преступник все еще на свободе и волен выбирать новую жертву. Несмотря на вынесенный приговор, Джоли Ри Харпер наотрез отрицала свою вину. Женщина продолжала утверждать, что преступление совершил незнакомец в маске. Я не собираюсь врать и признаваться в том, чего я не делала. Я не собираюсь таким образом запятнать ниже с Джоэла, ни своим. А если то, что она говорила, было правдой, то эта женщина наяву переживала самый кошмарный сон. Джоли не только потеряла единственного сына. В придачу она потеряла и свою свободу. Все. Преступник найден, обезврежен и отправлен за решетку. Конец истории. Нет, только начало. Пристальное внимание СМИ к данному делу вскоре привлекло группу юристов, не согласных с решением суда. Общественный проект «Невиновность» и Центр ошибочно осужденных при юридической школе Притскера исследуют случаи неправомерного приговора. Их основная цель – дела, в которых могут быть заявления о фактической невиновности. Ознакомившись с фактами дела, они остались поражены тем, что Джулири Харпер была признана виновной. Юристы общественной организации перебрали все версии, в которые до этого никто даже не углублялся. Якобы из-за их неправдоподобности. И уже на следующий день в офис шерифа пришел новый свидетель. Но так как дело было уже закрыто, шериф не изъявил к этому особого интереса. Но когда мужчина сообщил, что он лично контактировал с настоящим виновником трагедии, полицейский его все же выслушал. По словам Алана Бергшера, за два дня до нападения на Джоэла Киркпатрика, он вместе с женой и 11-летним сыном Расти обедал в местном кафе. Через какое-то время в помещение вошел неизвестный мужчина, который тотчас же направился к игровым автоматам, возле которых в тот момент находился Расти. Мужчине на вид было лет 30, примерно 70 килограмм веса и 180 сантиметров роста. Аллан с супругой сидели за соседним столиком буквально в пяти метрах от сына и внимательно наблюдали за происходящим. Вначале незнакомец вел себя вполне дружелюбно, что-то говорил мальчику, явно пытаясь вовлечь его в разговор. Однако Расти не отвечал, продолжая спокойно вращать рукоятки игрового автомата. Аллан, наблюдая за происходящим, решил не вмешиваться. Ему хотелось понаблюдать за поведением сына в неординарной для него ситуации. По прошествии нескольких минут, теряя терпение, незнакомец решил привлечь внимание мальчишки более действенным способом. Он положил руку на плечо Расти, наклонился и с издевкой произнес «Уверен, ты меня боишься», после чего добавил «Что ж, может это и правильно, может быть всем стоит приходить в ужас от моего появления». Договорив, незнакомец отпустил плечо Расти, развернулся и быстро вышел из помещения. Аллан Бергшер даже не успел отреагировать. По словам отца мальчика, странный мужчина был нетрезв, выглядел неопрятно и явно не принадлежал к числу местных жителей. Когда случилось нападение на Джоэла Киркпатрика, Аллан сразу же вспомнил об этом происшествии в кафе и сообщил о случившемся в местное отделение шерифа. Но там к его словам отнеслись без должного внимания, посчитав сведения ничего не значащим случайным эпизодом. Удалось частным детективам Центра ошибочно осужденных отыскать и другого свидетеля, женщину, работавшую кассиром автовокзала, находящегося приблизительно в 64 километрах от Лоренцвилля. Кассир заявила, что во вторник, 14 октября, парень с чертами, соответствующими описанию преступника, около полудня купил у нее билет на автобус до Венемука, штат Невада. До этого населенного пункта обычно никто и никогда не покупает билетов, потому женщина удивилась и хорошо запомнила не только конечную цель поездки незнакомца, но и его самого. К тому же, когда она озвучила стоимость проезда, у мужчины не хватало денег на билет. Странный покупатель, все больше раздражаясь и теряя терпение, начал выгребать из кармана в мелочь, пытаясь наскрести нужную сумму. Он был пьян и выглядел очень опасным. Посему кассир поспешила продать ему билет на имеющиеся у него деньги, а недостающую сумму положила в кассу из собственных средств. Когда он ушел, женщина тотчас же сообщила о подозрительном покупателе, местному шерифу. Но и в тот раз полиция не посчитала зацепку актуальной. Следователи из общественного проекта «Невиновность» и центры ошибочно осужденных не собирались сдаваться и обнаружили еще одну зацепку. Несмотря на то, что полицейские, которые первоначально расследовали данное преступление, считали, что травмы на теле Джулири Харпер появились от ее собственных рук, с этим мнением согласны были не все. Врач неотложной помощи, который осматривал тогда женщину, был абсолютно уверен, что травма на ее теле оставила третье лицо. По его словам, если бы какая-то другая женщина с таким же синяком под глазом заявила в полицию о домашнем издевательстве, основываясь лишь на этом доказательстве, ее мужа непременно бы задержали. Так выяснилось, что к всему прочему полиция также не сочла важным пообщаться с врачом и узнать его профессиональное заключение. Они сами все решили и другое мнение, особенно которое отличалось от их правды, никого не интересовало. Обвинительная сторона утверждала, что в доме не было никаких следов злоумышленника. Но следователи общественных объединений считали, что их попросту не нашли. Самым поразительным оказалось то, что при первом расследовании в доме не стали снимать отпечатки пальцев и никто даже не удосужился взять на анализ волокна из простыни мальчика. Но и это было еще не все. Помните того офицера, который прибыл на место преступления раньше всех и который не нашел никаких следов на росе? А все потому, что тем утром не было никакой росы. Юристы из Центра ошибочно осужденных подняли достаточно спорных вопросов, основываясь на которых национальное телевидение вновь высветило данную историю. Оно предоставило общественности другое от полиции мнение, которое звучало приблизительно так. Разве это не странно, что женщина до сих пор сидит за решеткой, когда все вещественные доказательства указывают на то, что она говорит правду? Благодаря этому данную историю заметила американская писательница, специализировавшаяся на криминальной тематике, Дайан Феннинг. На основании вновь открывшихся обстоятельств и некачественного обвинительного материала, предоставленного на рассмотрение первого суда, писательница приняла твердую позицию. Осужденная мать невиновна. Так у Джулири Харпер появился еще один человек, который верил, что она отбывала срок за чужое преступление. По мнению Дайан Феннинг, почерк нападавшего на мальчика был похож на почерк Томми Линн Селса, приговоренного к высшей мере наказания серийного преступника, о котором писательница писала свою новую книгу. Женщина отправила ему в тюрьму письмо, в котором изложила. «Я посмотрела передачу, где прокурор сказал, что никто не врывается в дом без причины, чтобы напасть на ребенка, забыв при этом взять свой нож. Но мы же знаем, что это не так. Правда?» Ответ заключенного звучал неоднозначно. Он написал «Правда!» Этот инцидент произошел за несколько дней до преступления, которое совершил в Спрингфилде, в Троиточии. Это было 13 октября? Нужно учитывать, что на тот момент преступник сидел в камере, в которой не было доступа к СМИ. Так что никаких подробностей дела и тем более дате нападения на 10-летнего мальчика он не мог услышать, по крайней мере, из телевизора. Исходя из этого, писательница расценила слова заключенного как признание. На счету Селса была масса преступлений. Почти два десятилетия он ездил из одной части страны в другую, пополняя количество своих жертв. Его арестовали в Дальрио, штат Техас, за преступление, совершенное им 31 декабря в 1999 году. И это была одна из причин, почему писательница верила, что Селс мог быть причастен к делу Джоэла Киркпатрика. В тот день преступник прокрался в чужой дом около 4 часов утра, после чего нанес множественные ножевые удары двум девочкам в их же постелях, в то время, пока их родители спали в соседней комнате. Детали того преступления были очень схожи с историей Джоэла Киркпатрика. Но в Техасе одна из девочек выжила и сумела идентифицировать нападавшего. На следующий день его арестовали. Предполагалось, что Селс был виновен в нападении как минимум на 21 человека. И теперь Джоэл Киркпатрик мог стать 22-м. Спустя какое-то время техасский рейнджер из Дальрио получил задание расследования всех дел Томми Лин Селса. Он сказал, мною было совершенно много преступлений, за которые отвечают другие люди. Этот случай один из них. У большинства серийных преступников имеется личный почерк. Охота на один тип жертв, один и тот же способ нападения и одинаковое орудие преступления. Но Томми Лин Селс был не таков. Он принадлежал сам себе. Мужчина мог не повторяться в совершаемых им преступлениях и использовать при этом разное оружие. Один раз бейсбольную биту, а в другой пользовался ножом, пистолетом или вовсе прибегал к силе своих рук. Селс атаковал исключительно из-за неистовой жажды крови. И его совсем не волновало, каким способом он этого добьется. Ему было все равно, он нападал на мужчин, женщин и детей, не перебирая. Если у вас возникнет желание услышать полную биографию Томми Лин Селса в духе Банди и Уорнеса, прошу сообщить об этом в комментариях. Чем больше их соберется, тем вероятнее, что ролик выйдет в свет. Продолжаем. На момент происшествия с Джолом Киркпатриком Селс находился совсем неподалеку Лоренсфиле. Эта информация была подтверждена благодаря данным Национального центра криминальной информации. Когда техасский рейнджер, занимающийся делами серийника, связался с детективами, расследующими дело 10-летнего мальчика, он понял, что им совсем не интересен Томми Лин Селс. Департамент шерифа не был заинтересован в данной информации, потому как они уже раскрыли дело, посадив за решетку Джули Рихарпера. Дайан Феннинг также заявила, что иллинойские следователи не были заинтересованы в беседе и с ней. Вся новая информация, которую женщина предоставила по делу Джули, была воспринята ими с полным пренебрежением. Но писательница имела то, о чем полиция не догадывалась. Ее книга. Выход рукописи в свет стал для всех громом среди ясного неба. Все, кто тогда был на стороне Джули, стали требовать повторного судебного разбирательства с новыми независимыми присяжными, которые примут во внимание последние улики. Но несмотря на все новые факты, серийник, который ранее совершал аналогичное преступление, который соответствовал описанию нападавшего, что ранее предоставила Джулири Харпер, который в момент происшествия находился в районе родного города жертвы, прокурор их не воспринял. Его прямые слова «Что ж, я просто не верю в сказки». По его мнению, ради одной поездки в машине и куска пиццы, имеется в виду поездка в суд, Томмилин Селс мог сказать что угодно. Прокурор был убежден, что Селсу описали все детали дела, да в таких красках, что он и сам бы мог написать книгу. «Я не думаю, я знаю, ему определенно все рассказали. Не забывайте, что во время всех тяжелых испытаний Джулири Харпер вела свой сайт. Любой человек мог зайти на него и посмотреть всю информацию». Но только не Селс. Таково мнение было у юриста из Центра по ошибочным приговорам при юридической школе Притцкера. Они утверждали, что в камере нет доступа ни к телевизору, ни к интернету, но их мнение никто не желал слушать. Позже, копнув еще глубже, они смогли найти новую улику. Выяснилось, что в Сент-Луис Селс был арестован за нарушение правил дорожного движения. Тогда его водительские права были конфискованы, и потому, как мужчина не появился на слушание дела и не забрал их, документ остался храниться в здании суда. Но следователей интересовало другое, а именно фотография Томми Линдселса на тех правах. Внешность мужчины в точности соответствовала описанию Джулири Харпер, которое она предоставила полиции в ночь 13 октября 97-го года. Следователи передали снимок свидетелю Аллану Бергширу, мужчине, который видел незнакомца в местном кафе рядом со своим несовершеннолетним сыном. Аллан подтвердил, что это был тот самый человек. Прошлое Томми Линдселса, его письменное признание, совпадение фоторобота нападавшего с фотографией Селса на его водительском удостоверении, свидетельские показания. Все эти детали создали целостную картину, посмотрев на которую, следователи общественного объединения были более чем уверены, в деле Джоэла Киркпатрика виновен Томми Линдселс. Вооруженные новыми доказательствами адвокаты Джулири Харпер вернулись в суд в надежде получить разрешение на повторное судебное разбирательство. И им такой шанс предоставили. В среду 12 июля присяжным была предъявлена магнитофонная запись признания Томми Линдселса, в которой тот говорил, что нападал на своих жертв, когда те меньше всего этого ждали. В момент максимальной расслабленности, когда они чувствовали себя в полной безопасности. Так, около 4 часов утра, когда все спали, он ворвался и в обитель Джулири Харпер. Проникнув в дом через дверь на кухне, она оказалась не запертой. Он взял кухонный нож, прошел далее по коридору, включил свет в холле, обнаружил в одной из комнат спящего Джоэла Киркпатрика, напал на него, а впоследствии, пытаясь покинуть место преступления, вступил в борьбу с Джули. Женщина вцепилась в него и он потащил ее за собой. Двигаясь таким образом, Селс оказался в гараже и вместе с матерью, которая все это время висела на его ноге, они оба попали во внешний двор. После чего Селс повернулся к ней, нанес несколько ударов и обеспечил себе возможность свободного побега. Далее мужчина на попутной машине добрался до автовокзала и купил билет в Винни Мука. И кто же жил в этом городе? Кто, согласно полицейским протоколам, был задержан там куда более одного раза? Верно. Томми Лин Селс. Причину вторжения Селс объяснил желанием отомстить хозяйке дома, с которой у него возник конфликт в местном магазине днем ранее. На этом судебное разбирательство не окончилось. Прокуратура, разумеется, начала парировать заявление Селса о совершенном им преступлении. Сам формат процесса, на котором в качестве главной улики принималась аудиозапись, существенно ограничивал возможности стороны обвинения, которая лишалась шанса доказать лживость заявления. Прежде всего вызывал сомнение мотив вторжения Селса в обитель жертв. Доказательств ссоры преступника с хозяйкой дома не было никаких. Даже сама Джули об этом инциденте за все предыдущие пять лет никогда не вспоминала, хотя ее несколько раз допрашивали по этому поводу. Лишь в 2002 году женщина внезапно вспомнила об этой ссоре, после того, как с ней связалась писательница Дайан Феннинг. Но даже если предположить, что между ними все же был какой-то конфликт, остается непонятным, каким образом преступник вычислил и отследил место ее проживания. Джули передвигалась по городу на личном авто, и угнаться за непешему Сэлсу было явно невозможно. Также вызывает сомнения и его рассказ о том, что он проник в дом через якобы оставленную незапертой дверь кухни. Джули Ри неоднократно повторяла в своих показаниях, что вечером 12 октября 1997 года она лично проверила все окна и двери. Впрочем, как легко уже догадаться, после общения с писательницей в показаниях Джули произошли некоторые корректировки, и о закрытии окон и дверей она вдруг стала говорить крайне неопределенно. В среду ранним утром присяжные заседатели снова обсуждали виновность Джулири Харпера. И как только в зале было произнесено слово «невиновна», женщина закричала, а затем свалилась на пол без сознания. Мы безумно довольны результатом. Это был кошмар, через который и врагу не пожелаешь пройти. Но, несмотря на вердикт суда присяжных, прокуратура все так же остается уверена в том, что руки Джули навеки останутся испачканы кровью ее родного ребенка. Она избежала наказания. Мы уже никогда не узнаем, зачем она совершила то преступление. Но я не откажусь от мысли, что это было ее рук дело. Присяжные сделали большую ошибку. 3 апреля 2014 года в штате Техас привели в исполнение приговор в отношении Томми Линселса. Джулири Харпер, отсидев 4 года в тюрьме, получила от штата компенсацию в размере 87 тысяч и 57 долларов и в настоящее время проживает в Теннессе, где живут ее родители. Скорбь никуда не делась. Случившееся с Джули может затмевать факт трагедии. Однако все помнят, что 10-летнего мальчика с огромным потенциалом с нами больше нет. Эта победа имеет горький привкус. Прежде чем закончить данный рассказ, хочу поблагодарить за просмотр и поинтересоваться у вас мнением насчет этой крайне неоднозначной истории. На чьей вы стороне? Все обсуждения жду в комментариях. Чуть не забыл. Берегите себя и, как всегда, помните, безнаказанных не бывает. Рано или поздно всем придется платить по счетам. Субтитры создавал DimaTorzok